вся эта огромная куча информации она сводится в такую табличку которая называется метрики сейчас я вам ее покажу только не пугайтесь это на самом деле маленький кусочек она уходит по горизонтали вдаль и вниз еще уходит это я просто чтобы примерно понимали масштаб что это такое она состоит из нескольких блоков которые мы контролируем понятно что первый блок самый важный это финансовый блок сколько денег пришло сколько денег ушло какая рентабельность также мы смотрим на то за что приходят эти деньги за какие сферы деятельности дизайн нейминг стратегия ритейл это наши основные сферы деятельности и нам важно чтобы они были в каком-то определенном балансе также очень важная штука который мы контролируем это показатели по новому бизнесу самое наверное важное это сколько вообще к нам приходят запросов входящие запросы если запросов приходит мало значит мы вынуждены браться за все что угодно это не очень хорошо мы хотим всегда чтобы к нам приходило много запросов чтобы мы из них выбирали то что нам наиболее наилучшим образом подходит и хорошо соответствует как бы бюджету ожидаемому также мы смотрим на то какие эти запросы маленькие по деньгам большие по деньгам сколько передали в работу какая конверсия в общем за всем этим мы следим и трафик очень интересная штука мы ведем трафик при этом мы никогда не как сказать не контролируем дизайнеров в том плане что давай что-то ты в этом месяце мало поработал никакой обратной связи дизайнеры не получают по поводу того что как они работают но мы собираем очень важную для нас информацию сколько часов студии проработать студии вообще проработала в этом месяце и сколько из этих часов потрачено именно на оплаченные задачи вот вот этот четвертый показатель потрачено на оплаченные задачи я дальше покажу вам почему это очень важно то есть не может быть 100 процентов времени тратится на работу в этом случае люди очень быстро выгорают и просто совершенно выжигается энергия понятно что также мы не можем 50 процентов времени тратить на работу 50 процентов непонятно чем заниматься мы для себя поняли в какой-то момент что хороший показатель порядка 60 70 процентов когда дизайнеры работают остальное время они занимаются там поиском образованием ничем это нормальный показатель который позволяет студии нормальным комфортном режиме работать без какого-то жесткого прессинга и без каких-то супер переработок и мы для себя следим за какими-то важными метриками рентабельность соотношение оплаченных неоплаченных часов себестоимость и так далее вот но главное наверное не эти показатели главное то что мы с ними работаем как это происходит у нас есть встречи менеджерские они происходят с определенной интенсивностью на ежемесячных встречах мы выбираем параметры которые мы хотим улучшить то есть мы смотрим на цифры и говорим себе например что то у нас плохо в этом месте с входящими запросами давайте мы подумаем как с этим быть и мы придумываем какие-то способы как нам этот показатель улучшить то есть если я бы вот образно так мог сказать бизнес неважно агентство это или вы фрилансер это такое колесо колесо с гайками вот у вас есть несколько гаек гайки это какие-то большие блоки пиар и smm если этого не будет то про вас не будет никто знать новый бизнес это то как вы отвечаете на запросы с какой скоростью как насколько хорошо отвечаете какая у вас презентация как вы быстро делаете кп все ли по нему понятно управление проектами это то как собственно вы управляете уже полученными проектами как быстро вы их закрываете как быстро вы работаете с документами дебиторка кредиторка вот это все креатив это собственно то чем мы с вами всеми занимаемся финансовые потоки и работа с людьми это вот шесть таких больших блоков которые есть в любом бизнесе нашем с вами неважно будь то это маленькие агентство большое агентство или вы фрилансер я образно бы это описал как гаечки которые если одна из них будет не прикручена то вы ваше колесо будет болтать когда вы только начинаете бизнес скорее всего все все эти гайки достаточно слабо прикручены и вам надо постепенно постепенно улучшать прикручивать но если вы возьмете сразу за все вас ничего не получится вас просто не хватит времени не не хватит ресурсов и совершенно реально взять для себя какой-то фокус на месяц или на два и сказать этот месяц я хочу потратить на то чтобы у меня было больше входящих запросов я работаю именно на это и вы подкрутили эту гайку через месяц или через два вы говорите сейчас я хочу чтобы у меня улучшилась работа я не знаю с вот этим вот и за год вы можете пройтись вот этим вот гаечным ключом и подкрутить немножко все колеса все гайки и самое интересное то что этот процесс бесконечен то есть нет такого что вы прошлись за год все подкрутили и вас все отлично работает на самом деле нет следующем году вы опять начнете все делать просто вам захочется еще еще улучшить и этот процесс который вы будете повторять постоянно и постоянно и тогда у вас будет хорошо работающий и настроенный бизнес и